Здравствуйте, вы смотрите программу недели спорта, я ведущий Роман Палинсков. И сегодня мы с нашим хорошим другом Алексеем Николаевичем Ливановым, который часто бывает в нашей программе, будем подводить итоги сезона 2017-2018 и открывать сезон 2018-2019. Ну, открывать это громко сказано, приоткрывать уж, завез в тайну, чтобы у нас будет в новом сезоне. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте, Роман. Итак, по прошедшему сезону, кратко пробежимся по итогам. Что получилось сделать, что не получилось? Сезон 2017-2018 выдался очень интересный, на мой взгляд. Отрадно то, что в концовке наши спортсмены, студенты добились высоких результатов и буквально в последних видах шагнули вперед и завоевали первое место в спорте геоди вузов, с чем я и поздравляю наших спортсменов, наших преподавателей, тренерский состав. Хотелось бы выделить несколько направлений, которые у нас традиционно приносят результаты. Это гиревой спорт, фитнес-аэробика, представители легкой атлетики и игровых видов спорта. Данные команды у нас на протяжении нескольких лет приносят высокие результаты, добиваются все новых и новых высот. Надеюсь, и в будущем сезоне, сезоне 2018-19, данные команды продвинутся еще на ступеньку и будем болеть и гордиться ими. Главный вопрос, который лично меня интересует и болельщиков нашей сборной, что будем делать с теми пробелами, которые у нас появились в межсезонье? Напомню зрителям, что у нас Илья Харитонов закончил вроде бы играть за нашу сборную, так он выпустился, да? Да, все верно. Кто у нас станет новым капитаном? Это интересно. И у вас в других видах спорта есть ли такие дыры? Как мы их будем залатывать? К сожалению, студенты заканчивают университет, не все продолжают учиться в магистратуре и аспирантории. Некоторые наши лидеры сборных заканчивают аспирантуру, то есть дальше уже обучение заканчивают и возрастной есть критерий, который нужно учитывать. Да, если начали говорить о хоккейной сборной, которая мне ближе, к сожалению, в этом году у нас закончили ряд игроков, не только Илья. Спасибо капитану нашему. Среди окончил нашего университета есть еще и Руслан Незамиев, это два представителя чемпионской нашей сборной, которые в 2012 году выиграли первый чемпионат. Ребята на протяжении всего периода достойно представляли наш университет, как на республиканской, так и на всероссийском уровне. Есть проблемы у нас и в других сборных, заканчивают ряд игроков и по баскетболу. Волейбольная команда, единственная, наверное, только основной костяк у нас остается. Надеемся, в этом году придет к нам в университет учиться и защищать на спортивной площадке новые игроки высокого уровня. И мне хотелось бы так же, чтобы наши команды блистали и достойно представляли наш университет. Ну вот кого больше бы хотелось заиметь в новом сезоне? Насколько я знаю, в волейболе мы всегда сильны, мы всегда попадаем в тройку, в двойку лучших команд. В баскетболе тоже по большому футболу есть вопросы, то что мы становились в шаге, а нет, извиняюсь, не в шаге, но в общем мы становились уже близко к верхней строчке пьедестала и к хоккею, когда можем взять уже чемпионство, в принципе. Кого вот нам не хватает? Ну, у нас в данных видах спорта есть очень сильные конкуренты, наши партнеры, спортсмены из Павловской академии. Довольно-таки тяжело с ними бороться, но в любом случае игры именно с данным соперником вызывают большой интерес у болельщиков и у самих спортсменов. Интересно все-таки показать себя, проверить силы. Но если говорить отдельно о игровых видах спорта, в волейболе в этом году, если в мужской более-менее что-то понятно и косяк у нас остался, будут изменения в женской команде. Ну, данная команда у нас девчонки опытные, довольники, они успешно всегда представляют наш университет. И здесь во главе опытный тренер Артем Павлович. Я думаю, у девочек проблем не возникнет, и они также удержат вторую позицию. Ну, дай бог поборется за звание чемпиона. В других видах спорта, если рассматриваем футбол, да, здесь у нас нет профессионалов, нет игроков, но по итогам прошлого года команда собралась у нас довольно-таки интересная, команда дружная. И в последний момент буквально не хватило пару шагов, чтобы побороться за первое место, за чемпионство. Думаю, в этом году ребята соберутся, попробуют еще раз дать бой Академии и сдвинуться вверх по турнир таблицы. Хорошо. Насколько я знаю, через месяц, можно сказать, даже через полмесяца стартуют предсезонные сборы у наших ребят, а именно в Яльчике, как и было в прошлом году. Как программа поменяется по сравнению с прошлым годом? На что будет делаться больший упор в подготовке? Здесь, наверное, немножко поправлю. Предсезонные сборы у нас начнутся уже в начале августа, буквально осталось полмесяца. В этом году на данные сборы запланировали несколько групп. Отрадно, что в этом году наконец-то мы смогли приобщить к сборам наших ключевых легкоатлетов, которые представляет наш университет. Огромное спасибо ребятам, которые у нас приедут с набережной Челнинского института и сольются с спортсменами из Казани и подготовятся, думаю, достойно к сезону. Если рассматривать сравнение с прошлым годом, также у нас в сборах примут участие направление футбол, хоккей, плавание. И большая группа у нас женской волейбольной команды выезжает. Есть изменения по одной группе. В этом году на сборах примут участие представители команды нашего университета по спортивному ориентированию. Сезон данного направления у нас открывает, спартаки от вузов. Поэтому считаю, что в августе это тот период, когда нужно подготовиться и в сентябре уже быть готовыми выступать на соревнованиях. Хорошо. Теперь ближе к сентябрю. Как раз перейдем после прецезонных тестов, можно так сказать. Что ждет наших болельщиков? Что ждать нам? Каких мероприятий? Где КФО будет играть? Где КФО будет задействована в этом году? Изменится ли список мероприятий по сравнению с прошлым годом? С сентября не так далеко. Уже в начале сентября будем болеть за наших представителей на мировой арене. Буквально в первых числах сентября в России пройдет чемпионат мира по боксу среди студентов. На данный турнир отобрался представитель нашего университета Зайцев Антон. Антон в ранге чемпиона мира уже будет защищать свой титул. Надеемся, защитит и станет двухкратным победителем. В данный момент он проходит сборы со сборной России на Кавказе. Надеемся, Антон подойдет к чемпионату и достойно представит наш университет. Кроме этого, хотел бы поздравить наши университеты и наше направление фитнес-аэробики, которые буквально на днях выиграли грант на проведение всероссийских соревнований. И в сентябре будем болеть за нашу команду и принимать команды со всей России по фитнес-аэробике. В стенах Казанского университета пройдут всероссийские соревнования по фитнес-аэробике среди студентов. Кроме этого, сентябрь у нас будет богат на спортивные мероприятия. На традиционный спартакиады первокурсников начнется, да? Да, все верно. У нас в конце сентября это стартует спартакиады среди студентов первого курса. Но до этого времени у нас запланировано несколько мероприятий. В этом году, 20 сентября, в день празднования Международного дня студенческого спорта, у нас пройдет суперкубок по мини-футболу, где встретятся две команды по мини-футболу. И в наши студенты, наш студенческий спортивный клуб «Казанские улыбарсы» включается всероссийский проект «Ассоциация студенческих спортивных клубов» от судзачета СССР к знаку ГТО. Это мероприятие направлено на пропаганду сдачи нормативов ГТО. Проект очень интересен. Надеемся, нашим студентам понравится. И лучшие студенты будут представлять наш университет на региональном. И дай бог получится ребятам отобраться на всероссийском уровне. Ну и если забегать вперед, то у нас на полугодие первое пройдут традиционные мероприятия. Это близ турнир по баскетболу среди мужских команд. В памяти Левченко традиционная наша спортикиада. Ну и многое другое. Есть несколько мероприятий, которые запланированы. Я думаю, будет интересно посмотреть. Пока не буду называть их. Но оставимся в тайне. Будем участвовать. Будем болеть за наших спортсменов. Хорошо. Итак, друзья, на этом наша программа подошла к концу. Алексей Николаевич Ливанов был у меня сегодня в студии. Алексей Николаевич, большое спасибо, что пришли. Увидимся уже с вами в сентябре на мероприятиях. Может быть, даже и в августе. И с вами, дорогие зрители, мы уже увидимся с вами в сентябре, когда откроется новый сезон в Казанской федеральном университете. Когда откроется новый сезон вообще в России, во всех чемпионатах и так далее и тому подобное. Для вас эту программу вела Роман Полинсков. Увидимся совсем скоро. Всем хорошего лета, хорошего отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова